Как на прошлом занятии Кэрен упомянула о вере Ноя, какая вера была у Ноя, я хотела бы тоже об этом говорить. И мы должны вспомнить Ноя, и также вспомнить о том, что больше не было дождя с того времени такого сильного. И Бог говорит, что будет сильный дождь, и говорит, построить корабль. Построить ковчег, чтобы плавать по воде, но до этого у них не было такого сильного дождя, они не должны были переплывать что-либо. Поэтому представьте себе, каждый день проходят люди мимо Ноя и видят, что он строит этот ковчег. «Что ты делаешь, Ноя? Я строю корабль. Я строю ковчег. А что такое ковчег? Где ты получил эту идею построить ковчег?» И я не уверен, как много Ноя было понимание, но все, что он мог ответить, было, что Бог сделал что-то в мне. Я уверен, что, может, часто даже над ним насмехались, его усмеяли, даже члены его семьи. Все же, Ноя должен был остаться верен в то, что Бог сказал ему в его сердце. И очень часто, если вы чувствуете, что Бог дает вам веру насчет чего-то, то необходимо также получить какой-то совет, проконсультироваться с кем-то. Совет от пастора, от лидеров, от духовно зрелых людей. И также не следует отождествлять их тем же призванием, которое Бог имеет для вас. И также часто мы можем пропускать наши возможности, поскольку просим других людей, которым Бог, эти слова, которые сказал нам, Он не говорил им. Конечно, у нас есть эта концепция, когда двое, трое или больше собраны во имя Его, и это исполнится, если мы попросим. И также тот факт, если несколько человек с вами не соглашаются, это не извинение в том, чтобы не верить Богу. И очень часто на протяжении этих многих лет люди подходят ко мне, говорят, пастор, я верю, что мы должны идти от двери к двери стучать к людям. И я бы сказал, да, хорошо, давай, иди, делай это. Он говорит, ну, ты должен пойти вместе со мной. Или же дай мне команду людей. И я бы сказал, но Бог же не говорил тебе просить команду людей, Он тебе лично сказал просто идти. Ну, я не хочу идти, если никто больше со мной не пойдет. И они бы не шли, и не были бы верны в том, что Бог дал им в их духе. И очень часто, когда у нас возникают сомнения в Боге или другие начинают задавать нам вопросы, и мы должны помнить, что вера, она не происходит из того, что другие с нами соглашаются. Вера приходит от Бога в определенной степени, как написано. Бог даст нам именно то часть веры, то количество веры, которое необходимо для завершения нашего задания. И очень часто у нас такая тенденция, мы выходим за границы и начинаем, если бы говорить, что если бы только у нас была вера, как у Валентина или как у Кэрона. Но вы должны быть верны в той вере, которую Бог дал вам. И как в Писании сказано, верны в малом. Верны в большем, верны в многом. Поэтому вместо того, чтобы жаловаться на то, что Бог не дает вам веры, применяйте то, что у вас есть. Даже если другие думают, что вы сумасшедший. Или даже вы думаете про себя, я сумасшедший. Но возвратитесь к Богу, и, как Кэрон говорила, усердно ищите Его. Он был автором веры, и он также закончится, так что в моментах веры, возвращайтесь обратно к Богу. А не к тем людям, которых вы можете задействовать, чтобы они согласились вместе с вами. У нас всегда такое происходит. Меня пригласите учить, Кэрон, Кёрк добавит пару слов обязательно. Или Кёрка пригласите учить, я тоже найду, что вставить. И очень хорошо, когда переводчиков мы используем, хорошо, что мы не одновременно говорим вместе с ним. И вы должны видеть, когда у нас у детей в доме, потому что у детей в доме, мы можем все четыре разговаривать вместе. Again. Мы можем все разговаривать вместе. Все четыре из нас. Вы говорите вместе. И интересно, что наши дети, которые дома, мы обычно можем разговаривать вместе. И то, что он сказал о Ное очень хорошо. У вас есть такая концепция, как давление пиар. Пиар-давление – это то давление, которое вокруг вас существует. Это давление, которое сходит сверху. Это то, что имеет значение. Вертикальное давление, Божье давление, будет хранить нас. Страх Господень – начало мудрости. Страх Господень сохраняет нас в пределах Его воли. Это очень важно. И, как я говорил, я вспомнила одно местописание. Захария, 4 глава, 10 стих. Кто может считать день сей маловажным? Кто считает маловажным что-то маленькое, небольшое? И, возможно, у вас в жизни бывает такое, что вы занимаетесь чем-то малозначительным, маловажным. И, возможно, Бог что-то начинает в вас. Не относитесь легкомысленно к этому. Не пренебрегайте этим. Не считайтесь этим. Не презирайте. Насколько легко было для них считать немаловажным Мессию, они пропустили Его. Поскольку Он родился маленьким ребенком. И многие просто упустили этот момент. И не относитесь легкомысленно к небольшим началам в вашей жизни. Оно вырастет достаточно большим, когда придет время. Давайте возвращаемся к посланию к евреям. Это часть послания к евреям. Часть этой книги, которая мне не нравится. Потому что, если честно говоря, мне бы хотелось, чтобы моя христианская жизнь была похожа на сказку. И жили они долго и счастливо. И мы будем так жить в какой-то день. Но сейчас трудно. Look at this. Verse 13. They all died in faith, not having received the promises. Verse 13. Verse 13. Если вы читаете этот стих, и ваше сердце такое становится. То вам нужно снова возвратиться в нормальное состояние. Вам нужно изменить вашу точку зрения. Вы должны думать в контексте вечности. Мы сидим вместе с ним на небесах. Поэтому поднимитесь, давайте туда вверх, сядьте вместе с ним. И это изменит вашу точку зрения. The place in Corinthians where Paul says, these light and momentary afflictions are producing an eternal weight of glory. Как Павел в Коринфе нам говорит, эти временные страдания приносят вечную славу. Light? Light? He was in jail. He was getting beaten. Jesus, you mean? No, Paul. А, как Павел. Павел был в темнице, он был в тюрьме, его побили. Light? Light? Momentary? It was years. И he was there in jail. Light? Momentary? He could... He wasn't looking down here. He was looking up here. He could see heaven. Дело в том, что он не смотрел здесь. Его взгляд не был направлен вниз. Он был вверху. That's important. И это важно. Okay. But, back to Hebrews 11, 13. Снова, Евреям 11, 13. These all died in faith, not having received the promises. Все они умерли в вере, не получившие обетований. But, having seen them afar off. Но видели их, а только издали и видели онные. Were assured of them, embrace them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. И радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Sometimes we have to be content, satisfied with seeing the promise afar off and embracing it. Иногда мы должны быть удовлетворены и довольны только тем обетованием, которое находится где-то вдали. И мы должны очень близко его принять к себе. И этот мир не наш дом. Вы из Украины, я из Техаса. Но это не наш дом. Аллилуйя! И мы должны это всегда держать на уме. Это не мой дом. Небеса – наш дом. Вот где. И иногда мы должны думать о доме. Не о нашем земном доме, где мы можем так очень легко застрять в грязи. И позже мы также возвратимся к этим некоторым моментам и более детально рассмотрим. Одиннадцатая глава, тридцать второй стих. Одиннадцатая глава, тридцать второй по тридцать пятой стихи. И что еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Эйфане, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые веру и побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста Львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресенье. Вау, мне это нравится. Первое. Жены веры, да, завоевать. Ого, ты силен, ты силен, подними, мертвые. Великие жены веры. О, как мне нравится эта часть. И вторая часть, вторая часть стиха. Тридцать пятый до тридцать девятого. Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресенье, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемыми камнями, перепиливаемы, подвигаемы пытки, умирали от меча, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам. По пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного. Ой, мне это не нравится. Распилить себя, распилить меня. Издеваться, мучить, пытки. А, когда была еще маленькая девочка, мне говорили, тебя накажут, тебя будут пытать так. Так что бамбук прорастет как бы между твоими ногтями и твоими пальцами, и твои ногти будут содраны. Я не хочу таких пыток. Ну, я не уверена, я могу умереть за Иисуса. Но я не знаю насчет вот этой боли. Я не знаю. Я знаю, что если мне придется пройти через это, то Его благодать будет там. Он не дал мне духа страха. И хотя я предпочитаю не быть замученной до смерти. И так же, чтобы мои дети не были замучены до смерти. Но я хочу, чтобы у меня, у моих детей была вера, которая будет всегда, независимо от обстоятельства, исповедовать Иисуса. Потому что вот это настоящая вера. И как вы заметили, что все они были засвидетельствованы на небесах. Те, которые побеждали в битвах. И те, которые умирали. И они умирали с верой. Они умирали с уверенностью в Боге. Я хочу рассказать вам историю о моей подруге Нэнси. Пять лет назад она подхватила какой-то странный вирус. И она почти могла умереть в больнице. Что-то связанное с внутренностью, с желудком. Вирус повлиял на это. И вскоре после этого Бог сказал ей, что Он исцелит ее. Он еще ее не исцелил. И для нее это уже долгое время. Она славла очень. Иногда ей надо использовать инвалидное кресло. И для нее это очень сильная эмоциональная битва. Она все еще верит в Бога. Она верит в две вещи. Немного первого, она верит в Бога. Она верит в две вещи. Она верит, что Бог благ. Она верит, что Бог исцелит ее. И в определенное время, в определенный момент, она восхвалит его. У нас должно быть такое отношение. Даже если она проживет на этой планете еще 30 лет. И затем она умрет и будет с Иисусом дома. И затем она исцелится. Yay. Hooray. Yippee. Hallelujah. Если завтра придет Господь, прикоснется к ее телу и исцелит ее. Hallelujah. She can't lose. Она не может потерять. You can't lose. It's not about the outcome here on earth. The only way you lose is if you give up. Единственный способ, как вы сможете потерять, потерпеть крах, неудачу, проиграть, это когда вы сдадитесь. Don't give up. Не сдавайтесь. God is good. Бог благ. And he does good. И он делает только добро. And we win the fight. И мы победим в этой битве. When I was a little girl, and I would be reading a story, I always went and looked at the ending before I would read the book. Когда еще была маленькая девочка, я читаю книгу какую-то, я открываю конец книги и начинаю читать, как все завершилось. Because I didn't want to read it if it wasn't going to be happy. Потому что я не хотела читать эту книжку, если все закончится плохо. I've read the end of the book, y'all. Я прочитала весь конец. It ends really good. Очень хорошо все закончилось. And sometimes we have to think about how are we, how would we feel, how are we going to feel when we are standing watching Satan being thrown into the lake of fire. И иногда я думаю о том, как бы мы себя чувствовали, если бы мы увидели, как Сатана будет свежен в огненное озеро. Yay! Hallelujah! Yippee! We are going to have a party! Сейчас устроим вечеринку. Yay! Start partying now. Начинайте вечеринку сейчас. Start celebrating now. Начинайте праздновать сейчас. Because that's a sure thing. Потому что это точно будет будущим. And when he is rejoicing over you, the enemy does that number. And when the enemy rejoices over you, you go to Revelation and you start saying, but you're going in the lake of fire and start celebrating now. Открывайте книгу Откровения и начинайте праздновать то, что он будет ввержен в огненное озеро. I believe that's powerful spiritual warfare when we look to the end and worship our God. Я думаю, что это очень сильная, могущественная война, когда мы смотрим на конец и мы начинаем поклоняться Богу. Don't argue with Satan. Не спорьте сатаной. Worship God. Поклоняйтесь Богу. It's going to be done. Oh, I made a mess. Okay. Back to where I was. Давайте возвращаемся к тому, зачем мы завершили. Now there's one thing I wanted to show you. I've got to find it. I lose it every time. Я одно хотела бы показать вам. Каждый раз я забываю, где это. А, there it is. Verse 34. I like this part. Мне нравится эта часть. Угашали силу огня. Избегали острия меча. И вот очень важная часть. Укреплялись от немощи. Anybody weak here? Здесь есть немощные люди? Yes. Out of weakness we're made strong. So, we're candidates. Поэтому мы кандидаты. The weaker you are, чем слабее вы, the more his strength can be made perfect. Тем больше силы будет вас. Алло, я. So, as we study these heroes of the faith, поэтому, когда мы будем смотреть на этих героев веры, we want to understand, it was their weakness. То мы должны понять, что это были их слабости, которые сделали их сильными. The surpassing greatness is God. Превосходящее величие в их это был Бог. It's not us. Это не мы. It wasn't them. It wasn't Abraham. It wasn't, it was God. Это не был просто там Авраам или кто, но это был все Бог. It was out of weakness they were made strong. От немощи они укрепились. Okay. Verse 40. 40-й стих. God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Hmm. That's too big of a concept for me to really understand. Такая концепция для меня, я очень с трудом могу ее понять. But the way I can best describe it for me is we're part of the team. И то, как я могу объяснить, мы часть команды. Like a relay race. We have like relay races in the Olympics where they, you know, where there's a team and each one runs a certain part and then passes the baton. Marathon like? Ah. Как марафон. Well, but it's like a team. There are four of us and we're on the team and I run a while and I pass my baton to someone and then he takes it and he runs a while. Как командный марафон такой. Несколько человек и каждый передает эстафету друг другу. We're on that team. Мы являемся этой командой. And their team wasn't going to be complete without us. Их команда не состоится без нашего участия. So, 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 we're surrounded by this great cloud of witnesses. Мы окружены этим великим облаком свидетелей. Is it talking about a cloud? Это там говорится об облаке? No, it's talking about people. these guys. They've run their race and they are cheering us on. And they are cheering us on. Run, run. Run, run. Do it, do it. You can do it. You can do it. You can do your part. It's all these guys are up there going, yes, you can do it. Come on. They're cheering me on too. That encourages me. And it's all about me. Abraham is up there saying, Come on, Karen, you can do it. Abraham is up there saying, Come on, Karen, you can do it. Yeah, get you. Okay. And for me, my grandmother has gone on to be with the Lord. My grandmother уже умерла. Она уже с Господом. She's cheering me on too. И она также за меня болеет. She wants me to finish. Она хочет, чтобы я завершила свою дистанцию. I've got to tell you, because it is MJBI. И поскольку это MJBI, то я должна вам сказать. My grandmother was a student of the Bible. Моя бабушка, она училась в библейской школе. And my mother told the story. She was a student of the Bible. She just studied the Bible. She studied the Bible. She taught the Bible. She read the Bible all the time. Извините, просто она очень много изучала Библию. Она все детали знала. Она учила Библию. She had friends that they would meet and sit around their dining table and just read the Bible and talk about it. And in 1948 something big happened. Израиль became a nation. Израиль стал государством отдельным. I want to try to describe this story. She lived in a very small town in Texas. Бабушка жила в очень небольшом городке в Техасе. They were so excited. Они так обрадовались этому событию. Because they knew Scripture was being fulfilled before their eyes. And they видели что Писание воплощается в жизнь прямо перед ними при их жизни. I remember in 1967 Я помню когда в 77 году Scripture was being fulfilled in front of my eyes. Писание исполнилось прямо перед моими глазами. That is so cool. Now here I am preaching to people in a Messianic Jewish Bible Institute. My grandmother is so happy. I know she is just she is so excited because she had been praying for Jewish people all of her life. And I am getting to run the race. You have your stories too. It's like they are up there going yeah you can do it don't quit. And you might stumble get up you can do it run the race. because this is your race. Okay we've got to take a quick break and go over to Ephesians chapter 2. Verse 10 Go ahead and read it verse 10. 10 I can't walk in your works. I can't run you're part of the race. Abraham is dead. in case you didn't know. Abraham can't run your race. Gideon can't fight your battle. Only you. My grandmother can't run my race. My grandmother can't run my race. Only I. I can't run my children's race. Anybody in here mamas? You can't run your children's races. You prepare them but then let go and cheer them on. They can do it. They can do it. That's just a freebie. Okay. Now they're looking at us. They're cheering us on. Back to Hebrews 12. 12. Now there's some racing terms here. He says lay aside every weight. Get the stuff off that's dragging you down. Get rid of the sin that easily is tripping you up. If you're going to run a race you want the junk debris off of the race course. So get the sin out of your way. it's just going to trip you up. See, if we see this correctly, again, if we see this passage of Scripture correctly, it will affect our attitude about sin, it will affect our attitude about sin. Get it out of my way. It's going to trip me up. It's not about making me feel bad. good. It's going to keep me from finishing strong. That makes me very diligent to get stuff out of my life that God doesn't want in my life. Oh, and here we're going to run with endurance. It's a long race. It's a long race. It's race. Yeah. It's not just one little dash I'm going to sprint. It's a marathon. It's a marathon. Okay, look at verse 2. Looking unto Jesus. Kirk quoted this scripture earlier. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. He started it. He's going to finish it. on He He will make sure we win. He will make sure we win. Now that's good. Now look at the next verse. first. first? What did you read it? Who for the joy set before Him endured the cross despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God? And He ever lives to make intercession for us. And He does not live for us. that in. So is He watching us run our race? That motivates me. I really want to please Jesus. I want to give Him a good show. I want to perform well. because of who's watching me. He's watching me. I want to please Him. Now I'm just going to throw this in for you. I don't know why. What was the joy that was set before Him? Have you ever thought about it? I don't think it was the joy of being in heaven because He started out in heaven. I thought about it for years. And here's what I believe. I believe that the joy that was set before Him was introducing us to His Father. That was the joy was having brothers and sisters that he was taking to daddy. I believe we are His joy. I believe we are His joy. So when He sees us running, when He sees us being faithful, we are He knows it's dark down here. He knows it's dark down here. He knows it's dark down here. It's dark in Texas. I know it's dark in Ukraine. I know that in Texas there is dark in Ukraine. It's a wicked and perverse generation we are living in. Мы приносим ему радость, когда мы стоим перед ним и поем песню, такая очень известная песня. Этот мой свет небольшой, он будет сиять, он будет сиять, этот небольшой лучик, я за него ответственен, но он будет сиять, это приносит ему радость. Несколько лет назад мы проводили одну детскую программу в нашей церкви. Это была рождественская история с точки зрения ангелов. И в конце той программы, всем людям в общине мы раздали свечи. Я просто вспоминаю, у меня слезы наворачиваются на глаза. И мы зажли все свечи, все люди зажли свечи, был такой свет. И все ангелы пели, посмотри, как они сияют. И ангелы говорят, нам легко славить его, потому что мы его видим. Но они здесь в темноте. И они его славят. Посмотри, как они сияют. Вот как мы, кто мы такие. Мы приносим ему радость, это приносит ему радость. Я просто хочу сиять. Давайте сделаем перерыв и помолимся. Приди, Дух Святой. Прикоснись к жизням. И ободри сердце. Мы хотим благословить тебя. Сами говорите с Богом. Говорите ему, что в вашем сердце. Дух Святой, ободри сердца. Мы нуждаемся в этих небольшом свете. Дух Святой Нет, я позволю, чтобы он сиял этот свет. Пусть он сияет. Не позволю сатана его сиять. Не позволю сатана его сиять. Я буду сиять. Пусть он сияет. Пусть он сияет. Пусть он сияет до возвращения Иисуса. Ему, который способен вас сохранить. И который способен вас представить перед троном. Блэмлесс. Блэмлесс. С великой радостью. Единому премудрому Богу. Ему пусть будет вся слава всегда и вовеки. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Благодарим Тебя. Просто поклоняйтесь Ему. С великой радостью. С великой радостью. С великой радостью. Да, Иисус. Да, Иисус. С великой радостью. Его голос. Спасибо за честь. Я интересно. И за честь, что моя радость Твоя. Мы любим тебя, Lord. Я хочу поделиться с вами. Что Господь говорит мне. Вот когда мы обретаем нашу ценность. Мы ценны, потому что Он говорит так. Весь мой имидж, мой авторитет от Него. То, что Он говорит о тебе. Это имеет значение. Это не то, что ты говоришь сам о себе, когда смотришь в зеркало. Это то, что Он говорит о тебе. И Он говорит, ты моя радость. Я терпел крест за Тебя. И даже не обратил внимания на весь тот стыд. И Ты моя радость. Это сильно. Давайте сделаем перерыв.